Всем привет! Мы продолжаем серию обзоров популярных архитектур процессоров нашего недавнего прошлого и как порой оказывается не все из этого действительно кануло в лету. Некогда популярные архитектуры процессоров становятся основой для следующего прорыва в технике, а также казалось бы забытые архитектуры продолжают жить в различной встраиваемой технике и особо не афишируя себя занимаются полезным делом. Героями этого выпуска является целое семейство процессоров Intel, создаваемые с конца 70-х по конец 90-х годов прошлого века и есть одна причина, побуждающая рассмотреть все эти процессоры вместе. Причина эта называется обратная совместимость программ и это пожалуй уникальный случай в технике, принявший такие астрономические масштабы. Давайте же не будем спешить и начнем с предпосылок. В середине 70-х годов компания Intel создала довольно популярный 8-битный процессор, ставший основой для большого количества домашних компьютеров. Он имеет обозначение 8080 и мы неплохо рассмотрели его особенности в одном из прошлых видео. Пара 8-битных регистров могла быть объединена для формирования 16-битного адреса данных в оперативной памяти. Такая архитектура позволяет обращаться к ячейкам памяти в диапазоне от 0 до 64 килобайт. По тем временам это было неплохим решением, однако конкуренты предлагали уже 16-битные процессоры, а это значит, что именно с такой разрядностью машинных слов должно было справляться арифметико-логическое устройство, что заметно ускоряло вычисление. Компания Motorola представила процессор, способный адресовать своей 24-разрядной шиной адреса до 16 мегабайт данных. Обязательно посмотрите выпуск про этот процессор. Ссылка останется в описании. Intel же посчитала, что это будет решением слишком сильно обгоняющим свое время, а значит дорогим и скорее всего менее популярным. Они остановились на 20-битной шине адреса, способной адресовать до 1 мегабайта данных. Скорее всего, заявление Билла Гейтса о том, что любой программе хватит 640 килобайт памяти, является изощренным маркетинговым ходом, ибо он не мог не предполагать, что домашним компьютерам очень скоро потребуется столько же памяти, сколько и рабочим станциям. И ровно в этом месте произошло нечто, оставившее глубочайший отпечаток на всей компьютерной индустрии. Совместные действия таких гигантов, как Intel, создавший 16-разрядный процессор, IBM, разработавший архитектуру настольного компьютера, использующего этот процессор, и компании Microsoft, занимающиеся разработкой ключевого программного обеспечения для этого компьютера, начали довольно энергично уничтожать всех конкурентов на рынке. Довольно мощная компания Motorola не могла похвастаться идеальной организацией сбыта своих процессоров, выглядевших тогда на общем фоне весьма привлекательно. Создав процессор, нужно было еще дать надежду производителям компьютеров, использующих эти процессоры, а те, в свою очередь, должны были как-то побудить разработчиков программного обеспечения, написать хоть какой-то минимальный и необходимый набор, и чтобы это было интересно потребителю. Именно так сформировалась вся цепочка, когда появились домашние компьютеры для обычных людей, не программистов. Пустые железяки без программ стали никому неинтересны. Более того, компания IBM не стала скрывать особенности устройства своего компьютера, а наоборот позволила другим производителям приобретать лицензию на производство совместимых компьютеров. Благодаря такому положению дел разработчики аппаратного обеспечения поспешили создать для всего этого многочисленного парка совместимых компьютеров всевозможные платы расширения, и это превратилось в торнадо, который затягивал в себя большинство инженеров и программистов этого мира. Давайте взглянем на техническую часть вопроса. Процессор представляет собой взаимосвязь нескольких компонентов. Центральным звеном является арифметико-логическое устройство, выполняющее операции над 16-разрядными числами, размещающимися во временных регистрах. Всевозможные признаки окончания операций заносятся в регистр флагов. Они потом могут быть использованы для изменения хода выполнения программы. Всеми узлами в процессоре управляет дешифратор команд. Кроме того, в процессоре 8086 имеется восемь регистров общего назначения, четыре из которых могут быть использованы как восьмибитные регистры, если имеется такая необходимость. Состоящий из старшего и младшего байтов, регистр AX используется как аккумулятор. Регистр BX используется как смещение при вычислении адреса. CX используется как счетчик в циклах. DX используется как неявный оперант в некоторых инструкциях, и чтоб надолго не затягивать это перечисление, особо обозначим регистр SP, являющийся указателем на вершину стека. Про роль стека в организации функций очень хорошо сказано в одном из видео. Ссылка останется в описании. Другая группа регистров, называемая сегментными, участвует в формировании адреса данных в памяти. Путем смещения содержимого сегментного регистра на 4 бита влево и сложением со смещением получается 20-битный адрес, который позволяет обращаться к диапазону адресов от 0 до 1 мегабайта. Этот адрес поступает на формирователь сигналов шины процессора, которая связывает его со всем оборудованием компьютера, в том числе и оперативной памятью. Регистр IP служит для хранения адреса смещения очередной исполняемой инструкции. Поскольку полный 20-битный адрес инструкции вычисляется через сумму сегмента и смещения, то содержимое этого регистра – это еще не полный физический адрес. Здесь далеко не все так просто и понятно, как это было в других ранее рассмотренных архитектурах. Однако, если вы думаете, что это уже сложно, то вы даже не представляете, какой ад поджидает всех впереди. Все дело в том, что за непродолжительное, но яркое время популярности первого процессора из всего семейства, для него было написано огромное количество программного обеспечения. Однако, конкуренты продолжали наступать на пятки, и вот уже компания Intel совсем не уверена, что 640 кБ оперативной памяти хватит любой программе. Спустя шесть лет после Моторолы пришлось выпустить на рынок следующего члена семейства процессор 80286, который едва ли был конкурентом внутренне 32-разрядному процессору Моторола 68К. Еще через два года, а именно уже в 1987 году, Intel выпускает уже 32-разрядный процессор 80386 и основной героизм в том, что невероятными усилиями инженеров была обеспечена совместимость программ. Если говорить точнее, то все старые программы, написанные для первого члена семейства, могли работать на 32-разрядном процессоре. Для этого аппаратно реализовывался так называемый реальный режим процессора. В нем вычисления адреса происходили точно так же через сегмент и смещение. Конечно, реальный режим мог работать с памятью, объемом не более одного мегабайта. Для использования полного набора преимуществ 32-разрядного процессора нужно было переключиться в защищенный режим. Обратное переключение было возможно только через перезагрузку компьютера. Именно из-за этой неприятности героизм инженеров носит весьма сомнительный характер. Инженеры Intel, конечно, молодцы, но из-за самого первичного просчета и недальновидности, вся эта совместимость приобрела весьма тоскливый вид. Играть в любимые игры было хорошо в реальном режиме и под управлением нетребовательной к ресурсам компьютера операционной системы DOS. Однако, если дело доходило до красивой печати на принтере, то лучшим решением была загрузка операционной системы Windows. Сейчас это уже и звучит довольно дико. 32-разрядный процессор 80386 по меркам конца 80-х годов, это довольно внушительный шаг вперед для Intel. В нем были использованы все имеющиеся на тот момент достижения. Обращения в оперативную память осуществлялись сразу 32-битными словами. Поступающие оттуда 32-битные машины и слова попадают в очередь инструкций или в регистровый файл, если это данные. Инструкции попадают на декодер сразу по 4 байта. И весьма хитро формируемый физически 32-битный адрес, прежде чем будет выставлен на шину, проходит через проверку на допустимый диапазон, а также на любое действие над данными в памяти, проверяется на допустимость. Это достоинство защищенного 32-разрядного режима процессора, в котором аппаратно предусмотрен многозадачный режим с разделением времени между множеством одновременно существующих процессов. Спустя всего два года после выхода в свет процессора 80386, появляется процессор 80486. Это все говорит о необходимости догонять инженерную мысль конкурентов. Несмотря на агрессивное поведение вышеупомянутой троицы гигантов индустрии, много кто еще сопротивлялся и выдавал блестящие инженерные решения. Хотя большинство решений было уже опробовано ранее на рабочих станциях и компьютерах более тяжелой весовой категории. Intel оставалось только изо всех сил пытаться впихнуть это все на один микрочип. Особенностью этого члена семейства процессоров можно однозначно назвать сверхбыструю память внутри самого процессора. Конечно же, защищенный режим при этом оставался главным преимуществом. Но только представьте себе, какие преимущества дает доступ к памяти не по 32 бита, как это происходит снаружи процессора, а сразу по 128. Таким образом, слово памяти или линия кэша составляет уже 16 байт, да еще плюс ко всему доступ ко внутренней памяти происходит гораздо быстрее на внутренней частоте процессора. Между кэшем и оперативной памятью перекачка данных происходит по необходимости, а именно когда нужных данных в кэше нет. Также обратите внимание, что появляется отдельное арифметико-логическое устройство для работы с числами с плавающей точкой и своими регистрами для хранения чисел такого формата. Для экономии времени давайте перескочим сразу на конец 90-х годов и кратко рассмотрим процессор Intel Pentium. Сразу хочется отметить возросший аппетит члена семейства. Данные и инструкции поступают в процессор из оперативной памяти уже не по 4, а по 8 байт за один раз и разделяются на свои выделенные блоки высокоскоростной кэш-памяти. В процессоре Pentium применены параллельные вычислительные конвейеры. Это два одновременно работающих арифметико-логических устройства и имеющие собственные шины для доступа в кэш-память данных. Кроме модуля работы с числами в формате с плавающей точкой, появляется модуль для работы с массивами аудио и видеоданных. Как мы уже видели в прошлых обзорах по основам обработки сигналов, в этом деле очень важно уметь быстро и эффективно производить операции интегральной свертки, а в данном случае сложение и умножение, можно производить над группой чисел одновременно за одну операцию. В каждый 64-разрядный регистр этого модуля можно было поместить 8 8-битных целых чисел, 4 16-битных, 2 32-битных или воспользоваться всей длиной регистра целиком. На настоящий период этот набор регистров и машинных инструкций для операций с этими регистрами является устаревшим, но остается в процессорах по сей день из-за все той же необходимости запускать давно написанные программы. Эта самая программная совместимость между процессорами, увеличение разрядности процессоров до 64-бит и добавление все новых и новых регистров привели современные процессоры в крайне перекачанный вид. Существуют отдельные ядра, объединенные коммутаторами и кэшами нижних уровней, а в каждом ядре для обеспечения обратной совместимости со всем старым программным обеспечением существуют все регистры, которые добавлялись в архитектуру десятки лет. От самого первенца в семействе сюда перекочевали 16-разрядные регистры AX, BX, CX и прочие. При переходе к 32-разрядной архитектуре они стали частью регистров AX, EBX, ECX и прочих. Затем, при переходе к 64-битным процессорам, их всех поглотили регистры RAX, RBX, RCX и прочие. Но этого было мало, количество 64-битных регистров общего назначения выросло с ранних 8 до 16 штук. Сегментные регистры остались 16-разрядными. Мультимедийные регистры для работы с потоковым аудио и видео, появившиеся в процессоре Pentium и разрядностью 64-бита, это часть 80-битных регистров для хранения чисел с плавающей точкой. По какому-то счастливому совпадению они соответствуют друг другу по количеству. Регистры XMM – это 128-битные структуры для хранения данных мультимедийных потоков и является улучшенной версией ранее рассмотренных регистров. Со временем для улучшения производительности векторных операций над массивами чисел в состав ядер процессоров вошли регистры с разрядностью 256 и даже 512 бит. Как можно заметить на схеме, для экономии, 512-битные регистры перекрывают собой все ранее наработки. Однако, если старое приложение использует ранее введенные инструкции и регистры, то ничто не мешает их использовать в более новых моделях процессора. Как можно предположить, система команд такого монстра не может быть простой и понятной. Инструкции могут быть самого различного размера, и их формат явно невозможно заучить. Однако, в силу различных обстоятельств, эти процессоры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мне кажется, после просмотра этого видео у многих должно появиться обоснованное сомнение в том, как хорошо они знают ту архитектуру процессора, без которой жить уже практически невозможно. Лайк, если узнали что-то новое. На этом краткий обзор архитектуры закончим. В одном единственном видео еще как-то возможно рассказать об этом интересно, но будет весьма скучно, если долго ковыряться в деталях. Приношу извинения тем, для кого этот монстр является частью профессии и, возможно, целой жизни, потраченной на постижение всех тонкостей. Однако, готов поспорить, что большинству эти подробности ни к чему, потому как любая среда разработки на высокоуровневом языке программирования делает возможным не вдаваться в тонкости. Тонкости имеют смысл только для разработчиков компиляторов языков программирования, а также при оптимизации наиболее важных и критичных частей приложений, а большинству это не грозит. Ставьте лайк, если понравилось. В связи с новой политикой Яндекс.Дзен, принуждающей раскрывать персональные данные, все текстовые материалы, ждет переезд на платформу Пульс от Mail.RuGroup. Ссылку оставляю в описании. До новых встреч.